Первое, что приходит в голову при упоминании венчурного бизнеса – высокие технологии, новейшие программные продукты, сложнейшие разработки. Обычно в эту категорию попадают проекты, основанные на капитализации интеллектуальной собственности в новых отраслях. Но есть и второе направление венчурного инвестирования – высокотехнологичные предприятия в традиционных областях экономики. Наглядный пример – Погарская картофельная фабрика. Иван Дуданов – поле самого раннего утра. Семь лет работает в таком режиме. Следит за уборкой картофеля. В 2004 году Дуданов – успешный калининградский предприниматель в сфере сельского хозяйства и продуктов питания – решил выйти на рынок Большой России. Расчеты привели его к юго-западной границе страны – в Брянскую область. В сельском хозяйстве деньги зарабатывают только на изъятии дифференциальной ренты. То есть это только можно работать в тех регионах, где природная, климатическая обеспеченность урожайности реально самая высокая. И за счет этого низкая себестоимость продукции. И когда посчитали, получилась такая штука, что Брянская область по дифференциальной ренте является одной из самых наиболее конкурентных. Здесь такие же условия практически как Голландия. Дифференциальная рента – добавочная прибыль, возникающая как разница в производительности труда при эквивалентных затратах на средних и лучших по плодородию землях. В Брянской области, в небольшом городке Пагар, еще в советские времена построили большой картофелеперерабатывающий завод. Закупили импортное оборудование, но толком запустить производство завод не успел. Рухнул Советский Союз. Почти все оборудование растащили, пустые корпуса ветшали. Когда мы 7 лет назад сюда пришел, вот фабрика стояла, она закрытая, там электричества не было, воды не было, стояла маленькая буржуйка, и не знали, что делать с ней. Вот часть растащили ее. А ведь строили завод для весьма перспективного производства. Здесь планировалось перерабатывать картофель в сухие продукты, такие как хлопья и мука. Обычный сырой картофель сегодня используют все реже. Особенно это неудобно там, где продуктов нужно много, а место для их хранения ограничено. Например, в войсковых частях или больших столовых. Перевозить сухой картофель также проще и дешевле. Но самое главное, если его правильно очищать, то он сохранит все ценные вещества, которые содержатся под кожурой. И при обычной чистке ножом просто удаляются. Дуданов выкупил завод и начал его ремонтировать и оснащать новым оборудованием. Но это требовало больших вложений. За средствами предприниматель обратился к инвесторам. Есть очень распространенное мнение. И я думаю, что оно распространяется не без усилий конкурентов. О том, что сельскохозяйственный венчур не существует. Или агробиотехнологический венчур не существует. На самом деле это не так. И если изучить этот рынок, изучить игроков на этом рынке, мы, например, увидим, что в Израиле этот сектор очень сильно развит. Там множество венчурных фондов, которые работают в этой сфере и очень успешно работают. Для реализации задуманного нужен был серьезный финансовый партнер. И в 2008 году в проект поверили в венчурном фонде ВТБ Капитал. Мы оценивали рынок картофельных хлопьев достаточно высоко. На тот момент он составлял порядка 100 миллионов долларов ежегодно в России. При этом на нем не было российских игроков. С другой стороны, мы видели, что есть возможность построить новое высокихинологичное производство на своей сырьевой базе. А именно на картошке, которая растет в Брянской области. Поэтому с точки зрения рынка мы увидели большую перспективу. У компании, как и у любого стартапа, были и очень сложные периоды. Оборудование было закуплено, но вот наладить его и найти оптимальный режим работы всех механизмов оказалось сложнее, чем предполагалось. Пусконаладочные работы затянулись. Запустить фабрику в намеченные сроки не удалось. Были сложности с тем, чтобы организовать высокотехнологичное производство в России. Это вообще задача очень нетривиальная. И мы уже на примере нескольких проектов убеждаемся в этом. Компания находилась в крайне тяжелом положении. Не хватало денег, сырья, профессиональных кадров. Вдобавок к этому в прессе началась волна острой критики в адрес фабрики. В результате ко всем сложностям добавилось и повышенное внимание к проекту со стороны проверяющих органов. Проект, наверное, один из самых драматических проектов вообще в истории РВК и фонда ВТБ, фонд Венчурный. Почему? Потому что это пример того, что у нас неготовность законодательства к развитию технологических компаний, и венчурных компаний привела к тому, что в данной сделке стороны не смогли ее таким образом структурировать, чтобы предусмотреть действия в случае различных конфликтов, либо недоговоренностей. То есть в сделке должны быть предусмотрены некие механизмы разрешения споров. Однако предприниматель верил в свое детище до конца. И, несмотря на кризис, вывел предприятие на планируемые обороты. Причем достаточно быстро. Мы запустились в 2008 году, в конце, но мы работали реально в тестовом режиме. И выпустили где-то порядка там, ну, около тысячи тонн продукта. Следующий год у нас был около трех тысяч тонн продукта. И вот последний год у нас тоже был где-то около трех тысяч тонн продукта. Вообще производственная мощность, которая у нас есть, это семь тысяч тонн готового продукта в год. Однако для успешного функционирования фабрики пришлось самостоятельно формировать рынок картофеля в регионе. Когда мы пришли, здесь было две тысячи гектаров занято под картофелем крупным производством. На сегодняшний день 28 тысяч гектар. Запуск фабрики дал стимул развитию картофелеводства во всей Брянской области. За несколько лет выросли крупные фермерские хозяйства. Начать пришлось с картофельных полей. На них проводили специальные эксперименты. Ведь сельское хозяйство – это очень сложная отрасль. Здесь важны и сорта, и удобрения, и защита, и техника. Неумелое обращение с этими компонентами способно сделать агробизнес убыточным. Накопленными знаниями Дуданов охотно делился с партнерами. Очень важны семена. И вот мы больше занимаемся не только выращиванием самого картофеля на прямую переработку, а больше семена для фермеров, чтобы они видели, как с этим сортом работать, как его выращивать. Первая стадия переработки картофеля происходит еще в поле. Ряды находятся на расстоянии строго 90 сантиметров друг от друга. Это нужно, чтобы специальная техника сводила к минимуму повреждения клубней во время уборки. Часто вместе с рабочими за этим процессом следит и сам директор. Дает советы, вникает в появившиеся проблемы. Урожайность на собственных полях может достигать 60 тонн с гектара. Затем картофель везут непосредственно на фабрику. На въезде находится отдел контроля качества входящего сырья. По плотности, объему и внешнему виду можно оценить закупочную стоимость картофеля. Проводим различные тесты, которые необходимы для определения, сколько может картофель храниться, какие сорта в первую очередь идут на переработку, сколько содержания сухих веществ. От этого всего зависит выход готового продукта. Пока контроль качества ведут вручную, но в скором времени должна заработать автоматизированная система. Затем картофель попадает на склад. Это несколько помещений, больше похожих на хоккейные площадки. Они обеспечивают бесперебойную работу производства всю зиму. Невзрачные на вид помещения оборудованы компьютерными системами управления влажностью, температурой и подачей воздуха. Важно не только вырастить то, что мы видели с вами на поле, и важно грамотно сохранить, чтобы все ценное, что там есть в картофеле, потом переработать и довести до человека. Со склада картофель поступает на производство хлопьев. Этот сложный процесс происходит на западном оборудовании. Люди лишь контролируют процесс. Когда мы картофель очищаем, что мы делаем? Мы снимаем только тоненькую кожицу, а там как раз находятся в комбиальном слое все белки, пищевые волокна. А мы самое ценное, когда мы очищаем дома картофель, самое ценное, много ценного, мы его счищаем. Качество – основная задача. Ведь из плохих хлопьев не получится вкусного пюре. Так что такую продукцию купят только один раз. Но для успешного бизнеса мало сделать качественный продукт. Его еще надо продать. И отнюдь не все российские компании могут удачно пройти этот этап. В России достаточно дорогие ресурсы. И доступ к контрактам, доступ к покупателям, он тоже, скажем так, непростой. Ты должен быть либо на голову сильнее всех твоих конкурентов для того, чтобы прийти в крупную компанию и доказать свою состоятельность. Либо же ты просто должен иметь очень хорошее лобби, которое тебе помогает. Однако по гарской картофельной фабрике это удалось. Ее продукцию закупают крупнейшие мировые гиганты. Хотя требования там очень жесткие. От содержания питательных веществ до цвета. Nestlé это наш клиент. Unilever это наш клиент. Успешная компания с многомиллионной выручкой. И я имею ввиду в долларах. То есть это в годовом исчислении. Эта выручка продолжает расти. Продукция это очень востребована. Это проект реального импортозамещения. Потому что ранее продукт, который производит фабрика, просто покупался за валюту. Сегодня Погарская картофельная фабрика, встав на ноги, опровергла недоверие скептиков. Совместно с биологическим факультетом МГУ и Институтом питания ведется разработка новых продуктов. Например, экспериментальная плантация Топинанбура предназначена для людей с тяжелыми заболеваниями пищеварительной системы. Идут работы над созданием детского пюре с полезными добавками. Это уже настоящие инновации, как в питании, так и в биотехнологиях. Вот здесь, например, в телефоне, здесь 20-30 патентов, понимаете? И вот наша задача, и мы это делаем, чтобы в этом продукте и в технологии, и в семинарах, и в других вещах, здесь 20-30 патентов. Сейчас большинство трудностей позади. Фабрика работает бесперебойно. Это один из основных местных работодателей. В целом регионе удалось возродить картофелеводство. Бесценный опыт получили и инвесторы этого уникального проекта. Не могу сказать, что это достаточно характерная инвестиция в нашем портфеле. Это, скорее, исключение из правил. Но нам приятно осознавать, и, в общем-то, мы горды тем, что этот проект вместе с нами, с нашей помощью, с нашей поддержкой, прошел через сложные испытания и доказал свою состоятельность. Успех Пагарской фабрики оказался в своем роде заразительным. Уже сейчас построены и действуют еще два аналогичных завода в других регионах России. Еще один строится. Импорт картофельного пюре практически полностью вытеснен с российского рынка. То есть проекты, подобные Пагарской картофельной фабрике, не только приносят прибыль, но и обеспечивают развитие сельского хозяйства страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин